Третий по счету фестиваль Камертон развернулся в ОМЦ «Химик» 25 марта. Конкурс авторской песни и поэзии придумали в Омске, но он давно расширил свою географию. Так и в этом году на сцене можно было услышать участников не только из Омской области, но и других городов России и Казахстана. В этом году подано заявок около 250. Подано заявок на участие. Естественно, проходил отборочный тур, жесткий, где-то жестокий. Еще завтра ожидаются кости, которые не успели приехать сегодня, у них завтра поезд. Будут продолжены для них прослушивания и по факту прохождения прослушивания всех 100% участников будут формироваться списки участников концерта конкурсного. Фестиваль посетил и первый в истории лауреат Камертона из Барнаула. Три года назад он был признан лучшим в номинации автор-исполнитель. Категории участников неизменны. Лауреатов и дипломантов выбирают среди авторов, исполнителей и поэтов. Немаловажно, что участники Камертона – люди самых разных возрастов. У некоторых времена творчества появилось только с выходом на пенсию. Уйдя на пенсию пять лет назад, я решил заниматься этим делом, потому что мне всегда было интересно. Гитара меня всегда привлекала. Но я гитару лет 25-30, наверное, точно в руки не брал. Брал только с друзьями за столом и все. А вот ушел на пенсию, решил, что надо вообще-то свои способности как-то, наверное, реализовывать. Спустя три дня конкурсанты приняли участие в гала-концерте фестиваля. Награждали лауреатов и дипломантов судьи из Барнаула, Новосибирска и Москвы, которые сами были не прочь исполнить что-нибудь на импровизированной сцене. В этом году как раз битва была в жюри просто долгая и такая ожесточенная, потому что у всех членов жюри есть персональное собственное мнение и относительно исполнителей, относительно авторов, потому что в жюри есть те и другие. И поэтому по некоторым персоналиям прямо были серьезные бои. Главной фишкой Камертона-2016 стала специальная номинация, приуроченная к юбилею Омска. Конкурсанты представили свои стихи и песни о городе с трехвековой историей. А лауреатом стала Амичка Надежда Ларцева. Наш город великий, что он назывался Асгард, и что мы ответственны за то, что в нем проходит. Что красоты там описано нашего города, Иртыш наш могучий. Другими лауреатами конкурса стали трое авторов и исполнители из Новосибирска, трое из Омска и одна участница из Омской области. В число дипломантов попали в том числе гости из Казахстана и Барнаула. В следующем году фестиваль обещает быть еще масштабнее, но при этом не потерять дружеской и теплой атмосферы. Приходит время, с юга птицы прилетают, снегом и немного рыкают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова